Сегодня глава Чувашия Михаил Игнатьев принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума. В рамках форума предполагается подписание соглашения между кабинетом министров Чувашии и ОАО «Российские сети» о сотрудничестве по обеспечению надежного электроснабжения. Кроме того, запланирована встреча Михаила Игнатьева с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко и подписание соглашения между правительством Санкт-Петербурга и кабинетом министров Чувашской республики о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2013-2014 годы. Сегодня второй день работы выставки региона «Сотрудничество без границ». Себя и свою продукцию представляют более 200 участников из разных городов страны. Некоторые новинки просто цепляют взгляд посетителей. Это первые в Чувашии молокоматы автоматы, которые дают молоко. Нечто похожее было в советское время, только автоматы были с газировкой. Молокоматы собираются установить на улицах, пока в качестве эксперимента в восьми точках Чебоксар. А это еще одна новинка – социальный портал, который планируется к запуску. Презентовало его Министерство здравоохранения и социального развития Чувашии. Интересная идея пока не имеет прецедента в стране. Портал социальных услуг – это своего рода аналог медицинского портала. «По сути дела, это единая точка входа для всех социальных учреждений, для всех пользователей, для наших клиентов, для всех жителей Чувашской республики, для того, чтобы они смогли ответить на вопрос или получить ответ на свой вопрос, что такое социальные услуги. Какие социальные услуги они могут получить сегодня у нас на территории Чувашской республики или за пределами ее. Какие социальные учреждения имеются, какие работники имеются, к кому нужно обратиться в той или иной трудной жизненной ситуации. То есть это, по сути дела, продолжение очень большого проекта «Электронное правительство». Словом, портал объединит в себе 43 сайта социальных учреждений, базы данных, новости, информационно-справочный материал, вспомогательных учреждений. В разработке специальная электронная регистратура. С помощью социального портала пользователи смогут, например, узнать о мере государственной поддержки. А благодаря социальному калькулятору провести необходимые расчеты. Введя все свои данные о своем достатке, о своем доходе, о своем социальном статусе, может получить сразу ответ на вопрос, может он получать ту или иную субсидию, или ему, в общем-то, нужно еще что-то сделать для того, чтобы получать те или иные услуги. То есть, фактически здесь же будет так называемое скопление всех, ну да, консультаций, в общем-то, всех специалистов, которые могут сегодня в социальном плане ответить на любые вопросы. Ну и прямо на выставке сотрудники министерства организовали свою противотабачную акцию. Посетителям предлагалось сделать первый шаг к здоровому образу жизни – обменять сигареты на яблоки и соки. Кроме того, желающие могли пройти обследование у офтальмологов. Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Республика.